30 октября 1974 года по инициативе диссидентов Кронида Любарского, Алексея Мурженко и других узников мордовских и пермских лагерей был впервые отмечен День политзаключенного совместной голодовкой и выдвижением ряда требований В этот день правозащитник Сергей Ковалев собрал в квартире академика Сахарова в Москве пресс-конференцию, на которой было объявлено о проходящей акции Показаны документы из лагерей, прозвучали заявления московских диссидентов и продемонстрирован свежий 32-й выпуск правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий» подпольного издания, выходившего в СССР в 1968-1982 годах После этого ежегодно 30 октября проходили голодовки политзаключенных а с 1987 года демонстрации в Москве, Ленинграде, Львове, Тбилиси и других городах 30 октября 1989 года около 3000 человек со свечами в руках образовали живую цепь вокруг здания КГБ в Москве 18 октября 1991 года было принято постановление Верховного Совета РСФСР об установлении Дня памяти жертв политических репрессий после которого 30 октября стало официально признанным Днем памяти 30 октября – День памяти жертв политических репрессий Начиная с 2011 года у подножия монумента «Маска скорби» проходит акция, которая называется «Забвению не подлежат» В ходе акции ее участники читают имена из расстрельного списка «Мартиролога за нами придут корабли» В нем 8 тысяч имен людей разных национальностей, их 63 Тех людей, которые были невинно осуждены и в колымских лагерях получили свой последний приговор – расстрельный Впоследствии все они были реабилитированы В 2007 году, в 70-летие начала Большого Террора, по инициативе общества «Мемориал» впервые прошла акция «Возвращение имен» Участники митинга по очереди зачитывали имена людей, расстрелянных в 37-38 годах Первые фамилии расстрелянного списка прочитал уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин В течение дня на трибуну со списками имен выходили известные деятели культуры В ней также приняли участие простые граждане В этой первой акции, продолжавшейся 10 часов подряд, участвовали 213 человек На сегодняшний день прочитано 1578 имен из «Мартиролога» Сегодня сотрудники музейного комплекса города Магадана и его замечательные волонтеры Прочитают еще 80 имен из этого расстрельного списка Громов Михаил Иванович Ороч, Громов Павел Иванович Ороч, Громыко Болеслав Стефанович Белорус 30 октября 2009 года в своем обращении в связи с Днем памяти жертв политических репрессий Президент России Дмитрий Медведев призвал не оправдывать сталинские репрессии Жертвами которых пали миллионы человек Я убежден, что память о национальных трагедиях так же священна, как память о победах Гроссман Густав Августович, немец Гросс Людвиг Генрихович, немец Гросс Эдуард Алексеевич, немец Гросс Эммануил Иванович, немец Невозможно представить себе размах террора, от которого пострадали все народы страны Губайдулин Искандер Исканович, башкир Губанов Андрей Иванович, русский Губанов Василий Иванович, русский Волгой народного горя называл Александр Солженицын бесконечный поток репрессированных в то время Гудков Иван Васильевич, русский Гудков Иван Сергеевич, русский Гудков Никита Михайлович, русский На протяжении 20 предвоенных лет уничтожались целые слои и сословия нашего народа Было практически ликвидировано казачество Раскулачено и обескровлено крестьянство Политическим преследованием подверглись и интеллигенция, и рабочие, и военные Подверглись преследованием представители абсолютно всех религиозных конфессий Магаданскими сотрудниками ФСБ возбуждено два уголовных дела в отношении двоих жителей Колымы Их обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в сети интернет У ФСБ России по Магаданской области возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении двух жителей Магаданской области По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации Разместивших в сети интернет информацию, содержащую призывы к осуществлению экстремистской деятельности По первому уголовному делу обвиняется 30-летняя жительница города Магадана Она в социальной сети ВКонтакте разместила информацию экстремистского характера Второе уголовное дело аналогичное Оно возбуждено в отношении 35-летнего жителя Тинькинского района Который также в ВКонтакте разместил экстремистскую информацию Максимальная санкция по данной уголовной статье до 5 лет лишения свободы В культурно-спортивном комплексе «Металист» открылась выставка работ магаданских художников Здесь начинается Россия На ней представлено более сотни работ профессионалов и начинающих авторов Магаданцам следует поспешить ее посетить Так как в предстоящую нерабочую неделю, введенную из-за коронавируса, металист закроет свои двери Среди интереснейших и профессиональных работ, представленных на вернисаже Выделяются 11 портретов колымчан, созданных известным магаданским художником Александром Пилипенко Съемочная группа «Вечернего Магадана» встретилась с автором на выставке И Александр Васильевич поделился с нашими телезрителями своим мнением об этом культурном событии Мне кажется, сейчас это очень важно не только для Магадана, а для всех Вот это информационное поле Потому что, простите меня за силие, ну не совсем профессионального искусства, она идет и все То есть можно говорить красиво об уровне культуры и так далее И мне кажется, что вот такие выставки профессиональных художников, они дают некий камертон, задают некоторую планку То есть показывают истинный ремесленный уровень и это всегда очень важно За последние годы, по мнению Александра Пилипенко, появилось много хороших касторезов Что позволило проводить третью касторезную выставку в качестве международной А это очень важно Вместе с тем, к сожалению, художников-живописцев, графиков становится все меньше и меньше Более того, они становятся все старше и старше Видимо, на такую тенденцию влияет и некий меркантилизм Художникам быть невыгодно Я не знаю, мы становимся старше, это раз И я с глубоким уважением, например, отношусь к Александру Мягкову, который берет темы, ну, очень тяжелые, значимые И знаю искренность этого человека, это поднять темы истории нашего края Это и очень сложно, и очень ответственно Колымчане, которые получают пенсию 4-го числа на почте, в ноябре смогут забрать ее раньше Выплата пенсии в регионе через отделение почты России ежемесячно производится с 3-го по 19-е число Из-за предстоящего дня народного единства график работы ОПС скорректирован 3-го ноября все отделения работают на час меньше, 4-го – нерабочий день 5-го – график такой же, как в субботу Если дата выплаты пенсии приходится на выходной, то обратиться за получением средств можно накануне Погода в Магадане очень переменчива Возможно, вас ждет ураганный ветер А возможно, теплые и солнечные денечки Вещерний Магадан вместе с жителями областного центра решил выяснить, какая погода ждет Магадан в выходные В субботу 30 октября в Магадане небольшая облачность Температура воздуха ночью от 7 до 11 градусов мороза Днем минус 3, минус 6, ветер северо-западный до 2 метров в секунду Атмосферное давление в пределах нормы 746 миллиметров ретунного столба В воскресенье 31 октября в Магадане облачно с прояснениями Температура воздуха ночью от минус 10 градусов до минус 17 Днем от 8 до 16 градусов мороза Ветер северный до 13 метров в секунду Атмосферное давление в пределах нормы 750 миллиметров ртутного столба Спасибо, хорошего дня вам Магадан 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 Магадан